Две куклы, белая и красная, их вешали на палочку на длинную, детки бегали по селу на пригорке и закликали весну. И именуют этих кукол по-весеннему мартинички. Белая олицетворяет зиму, красную, весну. Изготовить их может даже ребенок, потребуются только нитки. Как и для любой народной куклы, лучше взять натуральные. Сначала плетем шнурок, потом делаем мотки, которые превратятся в тельцы и ручки. Галина Гмырак мастерится со стажем, но мастер-классы коллег не пропускает. Нужно многими различными технологиями владеть. Например, я делаю куклу текстильную, я использую вышивку, валяние, потом с кожей украшения, какие-то аксессуары делаешь. У меня был опыт, когда я делала куклу текстильную, но одежда была сделана в русском стиле. Ирина Серебряная народной куклой занимается 10 лет. Увлеклась после того, как получила в подарок ведучку – фигуру матери и ребенка. Изделие сохранило энергетику поколений. Ткань тогда была дорогой, поэтому игрушки мастерили из старой одежды, которая буквально напитана памятью о бывших владельцах. Передавали с куклами и опыт. С помощью куклы девочки постигали, как азы рукоделия. То есть сначала учились там сматывать, завязывать узелки. Потом была целая серия кукол, на выхвалку называлась, четыре куклы. От куклы к куклу, по мере того, как росло мастерство девочки, усложнялся рисунок, сама кукла, волосы появлялись, вышивка появлялась. У самой Ирины в коллекции сотни кукол. От младенческих пеленашек до всевозможных обрядовых. Мастерили такие по особым поводам, учитывая день недели и лунный цикл. Например, чтобы обрести здоровье и успех, фигурки изготавливали на растущую луну. Если хотели избавиться от болезни и нужды, на убывающую. Пятница была запретным днем для работы. Этот день считали днем богини Макоши, которая по преданию плела нить жизни людей. Екатерина Борисова, Юлия Мишурнова, Виталий Антонюк. Программа «Город».